Всем привет! Специально для вас команда «Универ Ньюз» подготовила самые интересные и яркие новости. С вами я, Марина Захарова, и сегодня в выпуске. Ректор КФУ провел встречу с коллективом Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Представители КФУ приняли участие в Конгрессе студентов Татарстана. Студенческие трудовые отряды открывают школы для подготовки к целине. Коллектив Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого встретился с ректором КФУ для обсуждения состояния института и основных направлений развития всего университета. Подробности расскажет Аделя Шамилова. Ректор Казанского университета провел встречу с коллективом Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Традиционная встреча с коллективом прошла в рамках защиты дорожной карты института, точнее тех изменений, которые были внесены в соответствии с обновлением основного тренда. Напомним, в силу вступила концепция университета 4.0, основной компонентой которой стала информатизация процессов и внедрение IT в текущую деятельность. Прежде всего, Эльжат Гафуров напомнил о том, какой путь уже удалось пройти университету. Университет, по сути, достаточно неплохо развивается. И причем развивается не только в области модернизации кампусов, открытия новых объектов. И содержательная часть у нас достаточно неплохо меняется. Напомнил ректор и о прошедшем открытии обновленного корпуса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ в комплексе бывшего военного госпиталя. Акцент был сделан на влияние проводимых изменений на уровень подготовки студентов. С работой врачей и учителей люди встречаются чаще всего. И работа этих специалистов, по сути, является индикатором удовлетворенности населения. Далее ректор напомнил слушателям, что Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ неоспоримо является крупнейшим центром изучения татарского языка и культуры. А потому на подразделении лежит особая ответственность по данному вопросу. Об этом шоу в своем выступлении сказал директор Института Радив Забледенов. Если в 2017 году мы стали вторым и пока последним российским ГУЗом, которому удалось войти в топ-300 мирового предметного рейтинга КФУ в английскому языку и литературе, то в 2018 году мы сумели проделаться на 50 пунктов и вошли уже в топ-250, значительно лучших своих показателей. В целом на сегодняшний день по данным Сайбал в области цитирования на одном статье в прошлых журналах по литературе Казанский региональный университет значительно опережает общероссийские, общеевропейские показатели. В своем докладе директор Института упомянул о цели этого года – повышении узнаваемости и позиционировании университета в мировом академическом сообществе. Здесь Радив Замальдинов заявил о важной роли в этом процессе инновационных проектов по продвижению татарского языка, например, «Школе Татар Онлайн». Формат образовательной интернет-платформы позволяет внедрять новые подходы к обучению студентов, формируя узнаваемое ноу-хау Казанского университета. С развитием инфраструктуры и увеличением объемов финансового подкрепления, по мнению докладчика, все это позволит достичь поставленных перед подразделением целей в рамках реализации новой стратегии КФУ. Завершая заседание, Ильшат Гафуров обратил внимание зрителей на негативные отголоски СМИ трехлетней давности относительно того, что Казанский университет попадал в так называемые «мусорные журналы». Я на это тоже осознанно шел, точно так же, как шел осознанно на поддержку вала-публикации. Сегодня это тоже можно сказать. То есть мы должны были заплатить определенное пространство. Это тоже была технология. То есть есть технология подготовки спортсменов, есть технология попадания в рейтинги, есть другие. Мы должны были использовать эти вещи тоже. Это не зря мы сделали показатели и СНГУ, и Санкт-Петербургским позам. А у нас же этого не было. У нас этого не было. Поэтому говорить о том, что там мусорные журналы, еще что-то... Мы этот этап прошли, и нужно было его пройти. Да, будут еще какие-то там отголоски, но все равно. Мы уже там, мы уже в этих рейтингах. Адель Шамилова, Ленар Твольтьяров, Невер Ньюс. 13 марта в Казани прошло крупное студенческое событие. С перерывом в 6 лет вновь собрался студенческий конгресс Республики Татарстан. Конгресс был призван определить дальнейшее развитие студенческого движения в Республике. Подробнее расскажет Олег Кашин. Казань по праву считают одним из самых студенческих городов. 13 марта в культурно-развлекательном комплексе «Пирамиды» состоялся 8-й конгресс студентов Республики Татарстан. Этот конгресс можно назвать самым грандиозным и значимым событием студенчества за последние годы. И именно здесь, на конгрессе, был определен вектор развития студенчества. Мероприятие посетил президент Республики Рустан Мениханов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также другие почетные гости, которые занимаются поддержкой студенческого движения. Мы считаем, что наша стратегия 2030, которая принята законом Республики, она определила главные ценности – это человеческий капитал. Вот те знания, то образование, которое есть, то умение, те навыки, те лидерские качества, которые присутствуют у вас, они позволят и дальше быть Республикой Татарстан лидером среди регионов Российской Федерации. В этом мы не сомневаемся. Хороший позитивный эффект развития нашей Республики. Если есть у нас динамики, если у нас изменения, в том числе это огромный вклад и наших университетов, нашего студенчества, наших ресурсных центров, мы и дальше будем опираться на человеческий капитал. В преддверии конгресса с 5 по 12 марта на различных площадках прошли дискуссионные встречи, на которых обсуждались актуальные темы студенческой жизни. А уже 13 марта была составлена резолюция, предложения которой были направлены правительству республики. Хотелось бы также напомнить, что в последний раз студенческий конгресс собирался в 2012 году. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Елабужском институте Казанского университета стартовали школы студенческих трудовых отрядов. В рамках этого события прошел круглый стол и праздничный концерт. Подробности смотри в сюжете. В Елабужском институте Казанского университета состоялся старт школы студенческих трудовых отрядов, а также круглый стол с участием директора вуза и агитационный концерт. Студенческий трудовый отряд – это целая жизнь. Но это не просто развлечение, это не просто взрослая жизнь, уехать за романтикой. У этого движения есть свои правила, есть свои традиции, которые нужно бережно, конечно, придавать. За круглым столом обсудили достижение проблемы, с которыми сталкиваются бойцы различных направлений. Ребятам есть чем гордиться. На республиканском уровне это звание лучшего местного штаба студенческих отрядов, лучшего педагогического отряда и другое. Мы равняемся на такие штабы, как город Елабга, город Нижнекамск. Мы сотрудничаем со всеми штабами и надеемся, что когда-нибудь на сцену за такой же наградой лучший штаб выйдем еще и мы тоже. В актовом зале команды в театрализованных миниатюрах, песнях и танцах презентовали свои направления. На сегодняшний день в УДИ действуют шесть объединений по трем направлениям. После концерта все желающие смогли подробнее узнать о каждом направлении и записаться в школы проводников и вожатых. Курсы завершатся в конце мая. Прошедшее обучение получат сертификаты и путевку на целину. Анна Глазунова, Валентина Безбрязова, Денис Сипаевов, Универньюз. 13 марта в стенах казанского зала Уникс КФУ прошел очередной конкурсный день ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2018». Подробности в сюжете Юлианы Петровой. Весна наступает все увереннее. Яркие краски, громкие аплодисменты продолжают наполнять стены Большого зала Казанского Федерального Университета Уникс. 13 марта внимание зрителей захватила студенческая весна в Высшей школе информационных технологий и информационных систем, Института филологии и межкультурной коммуникации. Стоит отметить, что 2018 год в Казанском университете объявлен годом Льва Толстого. Поэтому в рамках данного фестиваля каждая команда представит творческие номера, направленных на раскрытие данной тематики. Пока в зале полным ходом шло представление, мы проникли за кулисы и узнали у представителей институтов, в чем заключается их изюминка студенческой весны. Будем затрагивать тему счастья, о том, где найти счастье, в чем оно заключается, у кого какое счастье. И в конце, я думаю, что мы найдем ответы на эти вопросы. Мы смогли так завуалировать под видеоигры, добавить сюда Льва Толстого, что получилось очень круто. Но так как мы технологический вуз, мы сделали что-то с играми. Миниатюры, танцы были пронизаны очарованием, вдохновением, творчеством, что еще больше украсило по-настоящему студенческий весенний вечер. Юлиана Петрова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. И пусть каждый ваш день будет наполнен только лучшими новостями. С вами была Марина Захарова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok